Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Паша и мама Даша. Да, здравствуйте. Нам уже исполнилось сколько? Шесть месяцев. Шесть месяцев. А ровно шесть месяцев или немножко больше, меньше? Уже больше. Шесть месяцев и две недели. Врач смотрела, какой уже рост, какой вес? Да, смотрела. Вес 9 килограмм, а рост у нас 68 сантиметров. Ясно. А окружность головы измеряли? Измеряли, но я ее обычно не запоминаю особо. Сказали, что в норме. Это главное. Как он у нас развивается физически? Переворачивается он там уже? Да, переворачивается. Ползать, конечно, мы еще не ползаем. Но немножко мальчик крупноват слегка. Но в целом ерзает, пытается как-то ползти слегка по-пластунски. Но не особо. А у опоры стоит он, не? Нет, конечно. Пока нет еще, да? Он еще и рановато, да. Для него он еще такой поздний слегка парень. Игрушки спокойно в руках держит, играет с ними. То есть акцентирует внимание, когда рядом где-то игрушка. Если видит свою бутылочку, это все. Это крики, визги. Потому что давай скорее. Ну и сам ее руками хватает. Ну а сидит сам хорошо, не? Сам не сидит, хорошо. Вот, мы на высоко ходили. Вот сейчас закончили занятие. Ну как бы нас учили, как правильно его присаживать. В плане, вот когда мы занимаемся, когда дома делаем массажи. Смотрите, физкультуры. Вот это ругался. А массаж вы делаете, да, ему? Да, дома такой небольшой. Укрепляющий? Массаж, да, просто укрепляющий. Вот. Он как бы сидеть, ну вот так вот он может. То есть он хочет. Ладно, если бы он вообще не хотел, он прям любит посидеть. Когда его пытаешься положить, у него вообще бывают психи сразу. Вот. Поэтому мы как бы нас учили, слегка вот так, чтобы он посидел. Ну, ручками, а коленки. Вот. И он, собственно, и сидел. Ну, как бы недолго это чисто. Ну, он может так посидеть. Соску любит, да? Да. Ну, конечно. Ну, просто так тоже. Это если он психует, тогда да, или там на сон можем дать. А так он и прекрасно без соски справляется. Ну, это хорошо. Вот тоже мы младшую свою растили, так тоже старались сосками не влекаться. У него нет зависимости, да, от соски. Ну, поспать любит с ней, конечно. Вот. Такие вот тюрьмы. Зубы появляются уже, нет? Зубы, мне кажется, вот сейчас была последняя прививка. Мы как-то ее тяжеловато перенесли. И мне кажется, что зубы уже начинают вылазить, потому что... А где? Сверху, снизу? Снизу. Я вижу там такие полосочки на месте, где должны они вылезти. Наверное, даже уже не один получается, да? Ну, как всегда, там два вот рядышком, две полосочки такие. Ну, может один быстрее вылезет, чем второй. Вот. Ну, наверное, поэтому у нас прививка так и прошла. С температурой, криками. Это была уже третья, да? Да, это была третья прививка. Ну, конечно, еще и вирусная нагрузка больше, конечно. Но он и температурил два дня. А прививка АКДС? Да, АКДС и полиумиелит. Обычная, бесплатная. Вот третий компонент. Ну, это дело случая, да, как перенесет. Да, да, как бы ничего страшного, но плакал он конкретно. И ночью, и днем. Ну, что делать? Переворачивается уже, нет? Да. Так вот за спиной на живот. Да, но он не сильно любит активничать. Я бы не сказала, что вот некоторые детки прям, они такие все резвые, резвые. Им надо перевернуться куда-то там. Да, дети же разные, конечно. Он так полежит на боку. Потом увидит что-нибудь игрушку или что ему интересно там будет. Он перевернется на живот. Ну, все будет лежать, играться. Здравствуйте, мамы и папы. Многие жены хотят, чтобы их муж был универсальным специалистом, сантехником, электриком, грузчиком, плиточником, чтобы он был психологом, поэтом, учитель математики. Список, конечно, неполный. Для семьи неплохо, когда жена умеет клеить обои. Врач и медсестра в одном флаконе. Поет, танцует. Немного играет на фортепиано. Список, опять-таки, неполный. У вас такой муж или жена? Вам круто повезло? Хотя? А может ли он починить компьютер? А может ли она приготовить цыпленка табака? Ааа, не может. Тогда ищем того, кто сможет все. Есть сервис поиска специалистов. Называется «Профи». Сервис работает в трех странах. России, Белоруссии и Казахстане. Предлагает больше 900 видов услуг, которые оказывают больше 2 миллионов 300 тысяч зарегистрированных специалистов. Специалисты самого разного профиля. Электрики, сантехники, репетиторы, кого там только нет. Мастеры по ремонту компьютеров, бухгалтеры, ветеринары, грузчики, водолазы, курьеры. Можно арендовать детские товары. В общем, на ваш вкус. Каждый день на этом сервисе заказывают более 20 тысяч специалистов в разных городах и странах. В общем, перечислять можно долго. Этим я заниматься не собираюсь. Если вам что-то нужно, пожалуйста, зайдите на «Профи». Я думаю, там вы найдете себе помощника или специалиста. Не вопрос. Ссылка на сайт и приложение «Профи» в описании под видео. А пробовали, допустим, вот он, ну вот, немножко за ручки вести его, как бы он не шагает еще, да? Нет, он еще не ходит. Еще и маленький. Значит, еще он и все впереди. Конечно. Прикорм уже ввели, нет? Да, прикорм ввели. Уже ввели безмолочную кашу гречневую, рисовую, овсяную. Вот, ввели овощи, овощное пюре. И фруктовое пюре тоже ввели, вот. Уже кушает, любит покушать. Ложкой кормите, да? Ложкой кормите. Да, первое время не особо любили. А сейчас, если посадишь кушать, надо тебе, ну? Опа. Давай сам. Сейчас уже попробуй его отбери у него, кашу эту. Какой с режим дня? Сейчас сколько раз вы кушаете там, спите? Вообще кушаем, конечно, не пять раз все-таки, а шесть, потому что он не выдерживает тогда. Ночью он, в принципе, спит, но сейчас он стал просыпаться периодически в три часа, в четыре часа, если он ляжет в десять вечера. Вот, ну, опять-таки, мы режим выстраиваем так, как и нам было бы комфортно, не только ребенку. Потому что, как бы, так и должно быть, как по мне. Поэтому, вот, перед сном он кушает, наверное, ну, в идеале часов в одиннадцать вот так вот, ночью. Сколько грамм вы даете сейчас? 150-160 максимум, но он просто меньше уже тогда психует. Мы, конечно, меньше периодически делаем, например, когда у нас прикорм, в то же кормление, допустим, вот у нас прикорм вечером, и мы даем дополнительно смесь. Ну, смеси даем уже меньше грамм, естественно, потому что он уже покушал. Так, чисто запить и все. Вот, водичкой чуть-чуть запивает. Ну, конечно, не в восторге от воды по сравнению со смесью. А у нас младше, наоборот, воду обожала. Да, вот так вот. Ну, у меня старшая дочка тоже любила водичку. Ну, он так не сильно, что прям в восторге от нее. Как спит? Сколько раз? Так, ну, по количеству раз я никогда особо не замечаю точно. Это может быть для кого-то неправильно, но... Ну, три раза там, четыре-пять. Ну, наверное, раза три. Вот он с утра спит, всегда он просыпается, погуляется чуть-чуть, покушает и спать. Ну, и, собственно, потом просыпается часов в одиннадцать-двенадцать, еще погуляет. Сейчас уже чаще, конечно, он больше времени гуляет, чем раньше, естественно. Наверное, засыпает вот в час-два. Ого! Спит. Ну, и так вот пару часиков и опять сможет проснуться. То есть, ну, разы, наверное, если мелкими, вот такими разбитыми с нами, ну, наверное, раза четыре, может быть, вот так, пять. Ну, если такие полноценные, когда он хорошо спит, ему ничего не мешает, тогда может и три раза поспать. Ну, это уже изредка бывает, когда он три раза спит. А по времени сколько спит? Ну, в зависимости, если хороший такой сон у него глубокий, то часика два, иногда даже три может не спать. Это уже когда на природе, вот, если ему все комфортно. Вот, ну, а так, может и поменьше. Последнее время он вообще, возможно, еще там и прививка, может еще и зубы режется. Вот, он уже спит, наверное, ну, бывает около часа, минут тридцать, минут пятнадцать. То есть вообще бывает по пятнадцать минут, и поэтому в день его приходится укладывать, ну, гораздо чаще, больше раз, чем... И само выспаться тяжело, да, из-за этого? Ну, да. Спать не дает толком? Спать, да, толком не дает уже. Иногда психует. Ну, так ничего. Стараемся подстроиться под его желание, именно. Не сколько раз, как многие там говорят, сколько раз он должен спать. Ну, я смотрю по его состоянию. То есть я понимаю, что... Может, ты правильно, да, все же дети разные. Я понимаю, что вот в это время он должен спать. Значит, ну, примерно я вижу, что он уже такой. Такой себе мальчик, его надо положить в спадки, да? Понятно. А на прогулке как часто ходите? Ой, каждый день ходим. Мы обычно выходим, ну, один раз на прогулку, ну, бывает два. Но это обычно совмещается с какими-то моими делами. То есть мы гуляем достаточно долго. Бывает и два, и три, и пять часов. То есть, как бы у нас мы такие. На месте не сидим. Дома находиться особо не люблю. Поэтому мы много гуляем. Любят игрушки. А какие у нее любимые игрушки? Ну, зебра это... Ну, она обычно в машине висит у нас. На ручке сверху. И он прям очень любит с ней играть, когда мы в машине едем. Вот игрушка, вот упала. Игрушка вторая. Ну, и грибочек, который мы привозили. Устал, капризный. Он узнает своих чужих сейчас, нет уже? Нет, еще не узнает. Пока нет? Нет, ну как, он видит человека. Если кто-то незнакомый, то он, ну так, посмотрит. Ну, на руки пойдет чужого, нет? Да, еще пойдет. Пойдет пока, да? Еще такой возраст, он еще пойдет. Кому угодно. А вот, допустим, когда зовешь его, иди ко мне, иди ко мне, в таком духе, слушается, нет? Ну, нет, он не особо. Он улыбается, он любит, конечно, разговаривать, вести беседы какие-то на своем языке, но, как бы, такой позитивный парень достаточно. Улыбается, да, и что жил его просто немного голодный, поэтому уже время, да, кушать, да. Какие слова он говорит? Нет, ничего пока не говорит. Ну, появились новые, появились уже новые слоги, которые он начал произносить, вот, что-то там пытается, пытается что-то там рассказывать на своем. Еще раз говорится. Да, еще рановато. Ну что, Паша, мы узнали твою жизнь, что произошло за этот месяц новенького. Расти, дальше, развивайтесь. Будем расти. Узнаем, что будет в следующем месяце. Будем расти, будем рассказывать дальше, как дела у нас.